Добрый вечер! В эфире телеканала ТНТ «Него» программа «Важная тема». Меня зовут Александр Торкель. Сегодня моя передача выйдет в несколько необычном формате, да потому что гости у меня сегодня необычные. И представлять, собственно говоря, их особо и не нужно. Это Фёдор Конюхов, известный всему миру путешественник. Здравствуйте, Фёдор Филиппович. И рядом с ним Виктор Ильич Боярский. Это директор Российского государственного музея Арктики и Антарктики, председатель Полярной комиссии Русского географического общества. Здравствуйте, Виктор Ильич. Здравствуйте, Александр. Итак, первый вопрос. Какими судьбами у нас в Карелии оказались? Ну, Карелия, в общем-то, неудивительно. Если ехать кому-то зимой куда-то, и людям, тем более нашего склада с Фёдором, конечно, Карелия не выглядит удивительно в географии наших путешествий. Но, собственно, таким поводом нашего сегодняшнего визита было то, что мы в январе были приглашены на гонку на чемпионат России, который проводился здесь в Пряженском районе. Нам очень понравилось. Нам понравилось отношение народа, которое там было. Там было около 7 тысяч человек собралось. Общий настрой и собаки. И мы подумали, что, в общем-то, это как раз то, что нужно сейчас для того, чтобы возродить этот замечательный вид спорта, ядовое собаководство. И сегодня наша встреча вторая уже, вот мы с руководством города сейчас говорили, именно о проблемах и вариантах развития вот такого вида спорта, деятельности в Карелийской республике. Вот обсуждали в том числе и некоторые другие более сложные проекты, которые, надеюсь, будут совершены тоже, опять же, под флагом Карелии в следующем году. Вот такое у нас. И я надеюсь, что наша встреча не последняя. Очень много говорим о путешествии на собачьих упряжках к Северному полюсу или через Герландию. Это есть у нас и в том числе в моих планах. Когда я побывал на соревнованиях в январе месяце, я почувствовал, что, а зачем же мне арендовать или покупать, или тренироваться в Герландии, или на Аляске, или в Канаде, если здесь те же самые собачьи упряжки, собаководство очень хорошо развито, и они не уступают. Мы хотим совершить ряд экспедиций, связанных как раз с Карелией и с собачьими упряжками, с Карелией. То есть, благодаря нашему Виктору Симонову, который занимается активно очень разведением собак, да, вот организовал такие соревнования, в принципе, вот и привлекло все это вас к нам сюда в республику. Вы знаете, я думаю, что нас с Федором позвали еще, потому что и он, и я довольно тесно работали с собаками, с разными упряжками, поэтому мы здесь почетный, конечно, почетный гость, но и в некоторых, вроде, я считаю, что и специалисты, так будем говорить. Нам, еще раз говорю, отрадно, что этот вид возрождается, потому что он, особенно на стране, он был незаслуженно забыт. В начале века, если вы знаете, русские собаки были признаны лучшими ездовыми собаками, даже великий Амундсен и Нансен брали в аренду наши упряжки. Потом это все заглохло, начало технику вытеснять, несчастность снегохода, но они, каждый имеет свое право на существование. И, в общем, начало возрождение, вот я знаю, оттуда, с Чукотки, да, Федь? Оттуда, там, там, Берингееву, ты где-то участвовал этих, да, а потом... Ну, я почему, когда я участвовал в гонках на собачьих упряжках, через Аляску, это где-то род, самая такая знаменитая гонка, в основном там собаки сибирские, наши собаки, они привезены были, они, там, очень большой происходит бизнес, даже бизнес на туризме. Гонки – это спорт, это определенное время в году, а дальше идет бизнес туристический. И здесь, в Карелии, то и сам сейчас возражается, что гонка, само собой, будет каждый год проводить одна, две, три гонки, но, а дальше собаки имеют право на существование, значит, туризм. Карелия подходит по всем параметрам, чтобы здесь был туризм на собаках. И даже, можно, символ Карелии взять по виду спорта – это собачьи упряжки. Конечно, иметь право... Еще один бренд. Да, именно бренд. Иметь право все виды спорта – и футбол, и хоккей, там, и валетбол, но бренд для Карелии, конечно, это собачьи упряжки. Как и мы говорили, по сравнению те же яхты, здесь хорошо, что у вас много яхтсмен, но сезон-то небольшой для яхты, а для собак побольше. Это практически круглый год собаки, потому что летом они тоже есть такой вид спорта. И тоже самое экспедиции, соответственно, экспедиции от Карелии, именно такого мирового значения, что там пересечение Гореландии на карельских собаках, с участника карельских участников, с поддержкой Карелии, там флаг карельский. Вот мы как раз с Виктором поговорили, с Виктором Симоном поговорили, на следующий год, когда будет гонка, уже подали, очень многое было сейчас на... То есть будет обязательно продолжение, все больше набирать обороты. Чтобы она традиционная стала, конечно. Да, она и традиционная. Если в этом году было 40 упряжек, то на следующий год уже будет где-то 80 упряжек, и приедут иностранцы. И мы учредили, конечно, что это будут призы за первое, второе, третье место, как обычно. Официальные призы будут, а мы здесь еще... А мы еще решили прийти в приз Виктора Боярского, приз Федора Конюхова для участников, это, там, вот за последнее место, или за самую... За волю победить. За волю, там, самому молодому, самому... Самому бородатому. Почему нет? Ну, да. Чтобы как-то поддержать. Или там, самый дальний, кто прилетел или приехал. Вот и мы как раз приехали, сейчас чисто рабочая такая поездка, поехали, потому что когда тогда были на гонке, все-таки это был праздник. Сейчас мы приехали именно... И нас поддерживает и руководство города, и руководство республики поддерживать в этом. Очень многим людям, да, кто вообще интересуется путешествиями, да, вы как-то больше, наверное, запоминаетесь, когда находитесь один в океане, на лодке, в одиночестве пересекаете несколько раз Атлантику, да, и здесь вот собаки. Вот вам-то что ближе, на самом деле? Нет, давайте так, потому что в океане это очень долгие экспедиции, там, 500 дней, там, 200 дней, 300 дней. И, конечно, людям запоминается. А я же участвовал и в гонках на собачьих упряжках, я же участвовал и в альпинизме, и в других. Но это те экспедиции, которые, они не очень длительные. Но мне, если точно сказать, я очень люблю путешествия на собачьих упряжках. Я всегда Виктору Боярскому завидовал, когда он 7 месяцев пересекал Антаркиду. Он пересекал со своими друзьями 7 месяцев через всю Антаркиду. Я в Антаркиде шел 64 дня, только на лыжах. Я всегда вспоминал, что на собаках это более романтично. Сейчас, конечно, мне хочется вернуться снова в полярные страны, только уже с собачьими упряжками, с моими друзьями. Ну и Карелия вам в этом обязательно поможет? Карелия – это, знаете, как та площадка, где мы пока не видим другой площадки в нашей стране. Я летал на Чукотку, летал на Камчатку. Там очень хорошие люди, очень хорошие собачьи упряжки есть. Но там нету той структуры, организации. Карелия все-таки здесь есть структура. Есть уже отношения к собакам. И, конечно, и здесь ближе. П. Филиппович, не перехвалите ли вы нас? А нет, мы не хвалим нас, просто мы здесь находимся. Статируем факт. Да, если бы мы здесь не находились, то раз мы приехали, значит так. Ну, а еще у вас в планах на этот год восхождение на Эверес, да? Не, ну это, как у меня планы, то, как всегда. Да, да, просто в этом году исполняется 20 лет первой российской экспедиции на Эверес. В 1992 году я в ней участвовал 20 лет. И в этом году исполняется 30 лет первой советской экспедиции. Вот мы собрались, те альпинисты, которые когда-то участвовали, были на Эвересте. И хотим напомнить, только будем подниматься уже не со стороны Гималайя, со стороны Непала, а со стороны Китая, с Тибета. Уже прозвучало, да, что наши российские собаки, они в прошлом были, ну, превосходили, да, вот американские. Просто другие, ну, вся порода называется сибирский хаски, он называется. Хотя они сейчас в Америке доведены до состояния, которое они сейчас получают. Но они, их происхождение отсюда, из России, из Сибири. Вот, поэтому, я думаю, то, что те собаки, которые сейчас у Виктора там, в Матросах, на его базе, там у него занимаются специалисты, и там они культивируют чукотскую породу. Чукотская издавая собака, она на вид, она выглядит, ну, не такая, как вот на картинках сейчас, хаски с голубыми глазами, которые все влюбляются. Это стало одной из причин того, что эти собаки превратились, потеряли свои рабочие характеристики несколько десятков лет назад, когда люди просто их брали за красоту. И они не работали, и поэтому чистокровные собаки, вот сейчас даже это проявляется, они в смысле рабочих характеристик уступают этим метисам во многом. Потому что метисы, как бы, аккумулируют разные хорошие черты от разных пород. А чукотские, они так выглядят, вроде, так, ну, не крупные, не очень шерстистые, но, еще раз говорю, по холодостойкости, по выносливости, по возможности работать в самых адских условиях длительное время, это одни из самых таких... Рабочие лошадки. Да, да, да. То, что надо для экспедиции. Мы же не участвуем в гонках. Еще раз, экспедиция-то не гонка, это длительный, сложный процесс, который день за днем, час за час, месяц за месяцем идешь к определенной цели. Без собаки, без собак, в принципе, это такие большие экспедиции, или очень трудные, или невозможные. Вот интересно, что вас заставляет раз за разом возвращаться вот к этой пахоте, да? Вот вы же там были все, прошли все уже, и снова вас вот туда тянет. Разные же цели, задачи стоять. Если была одна цель, сейчас другая цель, то сейчас пройти бы, скажу, экспедиция с северного полюса до Греландии, и потом пересесть всю Греландию. И, значит, рассчитано, что с северного поля до Греландии 900 километров, и Греландия 3000 километров. Рассчитано 4 месяца. 4 месяца собаки, и мы должны работать без устала. Конечно, здесь должна быть очень хорошая подготовка этих собак, которые мы будем готовить. У нас есть запасы ровно год, потому что старт, только можно стартовать, то есть 1 апреля, и, соответственно, мы начинаем, приступаем к подготовке этих собак, как раз у вас, Карелии. Добавлю еще важный аспект того, что вы спросили. Сейчас особенно открывается возможность, используя интернет и всего этого, вовлечь наши проекты, вовлечь, я не побоюсь в слово, миллионы школьников, детей и всех интересующихся тем, чтобы они просто в режиме практически онлайн следили за тем, что происходит на маршруте. Мы делаем это, вот наш мир, который был, полярный мир, который был доступен только избранным. И сейчас он с помощью этих средств делается доступным для детей, возбуждает у них интерес и, возможно, дает некие ориентиры в жизни, которые сейчас очень важны. Вот если раньше, у нас были раньше цели, пускай научные, или были спортивные цели, сейчас, как раз, и есть воспитательные, потому что в том нашем возрасте и с нашим опытом мы хотим, чтобы дети, особенно молодые юноши, они чувствовали, что романтика не ушла, и чтобы они, кем бы он ни был, он может быть и быть по специальности другим, но у него должна быть романтика, он должен видеть и знать. Настрой души должен помогать решать любые проблемы. Когда настрой души, знаете, позитивный, а это многие наши экспедиции именно дают такой заряд, понимаете, когда человек себя преодолевает, он все начинает верить, ему другие совершенно не связаны с этой экспедиционной деятельностью дела, даются и бизнес, в том числе и остальные аспекты, гораздо лучше. Он становится уверенным в себе, это очень важно. Ну что ж, большое спасибо за разговор. Остается пожелать вам только успехов в этом вашем начинании, в очередном проекте. Надеюсь, вы еще не раз приедете, не раз мы еще встретимся, также и поговорим о наших карельских собаках и о ваших замечательных экспедициях. Спасибо вам за то, что пригласили нас. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин